Всем привет! В данном видео я расскажу, как потратить бонусы банка открытия по карте OpenCard. Приятного просмотра! Вы можете потратить ваши бонусы до 100% на портале travel.open.ru на покупку, бронирование отелей, авиа и жд-билетов, то есть для этого нужно идти на портал travel.open.ru. Также вы можете получить надбавку в размере 1% годовых к текущей ставке счета «Моя копилка». Соответственно, подключение надбавки на 1 месяц стоит 300 бонусных рублей, на 3 месяца — 900. Соответственно, вы можете подключить надбавку. Также вы можете компенсировать 100% стоимость услуги платных уведомлений по вашей карте, если они у вас подключены. И также вы можете компенсировать выплаченные проценты по кредиту. То есть учитывается оплаченные проценты за последние 12 месяцев по действующему кредиту. Итак, заходим в наше мобильное приложение. Сейчас я на примере покажу, как компенсировать, соответственно, покупку. На своем примере нажимаем на карту OpenCard и здесь под балансом карты мы видим бонусный остаток. И до того, как я покажу, как компенсировать покупку, я расскажу определенные условия и требования для компенсации. То есть вы можете компенсировать покупки, совершенные за последние 30 календарных дней с даты покупки. И покупка должна быть успешно обработана. То есть должна пойти по счету. И в истории операции данная операция будет отображаться без замочка. То есть если покупка еще в обработке, если заметите, там будет отображен замочек. Когда только замочек пропадает, означает, что операция прошла по счету и уже можно компенсировать. Соответственно, можно компенсировать покупки в диапазоне от 1500 и не более бонусного остатка. То есть у меня вот количество бонусов 2310 рублей 95 копеек на данный момент. То есть я могу компенсировать покупки в диапазоне от 1500 и не больше 2310 рублей 95 копеек. Я также могу зайти в истории операции и посмотреть подходящие покупки. В данном случае покупка в магнете на стоимостью 2091 рублей 73 копейки мне вполне подойдет. Она уже успешно обработана. Как видите, замочек не отображается. Успешно обработана операция. Для того чтобы... И также важный момент. Бывают разные операции. То есть для компенсации подходит именно покупка. То есть не переводы, какие-то там снятия наличных, а именно покупка. Обращаю ваше внимание, что имеются определенные исключения по МССК. МССК-код это международный четырехзначный код, так скажем, классификатор, который определяет вид деятельности торговой точки магазина. Полный перечень вы можете найти в условиях тарифов и в ответах на частотые даваемые вопросы на сайте open.ru, то есть на официальном сайте банка открытия. Там перечислен полный перечень этих кодов. Из своего опыта могу сказать, что к миру, если, допустим, я совершил покупку в магазине сотовой связи, иногда операция меня отображалась как оплату услуг связи, но не как покупка. То есть определенные операции могут учитываться не как покупка, а именно как оплату услуг связи, переводы или снятие наличных. Поэтому список исключений он представлен, но обычно не так часто можете с ними встретиться, но тем не менее, то есть бывают такие случаи. Вот. И, соответственно, давайте приступим к компенсации наших бонусных баллов. То есть мы можем потратить бонусы, соответственно, покупка должна быть совершена по основной карте open card. То есть мы можем компенсировать, повторюсь еще раз, операции покупки за последние 30 календарных дней, момента именно, даты совершения операции, и, соответственно, я сейчас нажму, для того, чтобы компенсировать, нажимаю на бонусный баланс, нажимаю кнопку «Потратить бонусы», и, соответственно, у меня появляются операции, которые доступны для компенсации. В данном случае это покупка на 1500 и на 2091 рубль 73 копейки. Разумеется, для меня выгоднее сразу же потратить наибольшее количество бонусных баллов, но здесь отображаются именно все покупки, то, что можно компенсировать. То есть можно сортировать все, чтобы вас отображали все операции для компенсации, либо же по разделам покупки, уведомления по карте, страхование, проценты по кредиту. Я хочу компенсировать именно покупку в помните, и нажимаю кнопку «Компенсировать». Выбираю карту для зачисления средств. Я входит на эту карту, и мне выходит из уведомления «Потратить бонусы», то есть для подтверждения. Я хочу подтвердить данное действие, поэтому нажимаю «Продолжить». Да, указано, что покупка компенсирована, а сумма зачислена на карту. И, соответственно, бонусный остаток уменьшился на сумму потраченных бонусов. Так, вот, я компенсировал, и у меня уже из списка данная операция пропала. Сейчас я могу вернуться на главный экран. Обновить. Да, баланс обновился. Так, и, соответственно, баланс уже составляет чуть больше 7000. И могу зайти на саму карту. Мы видим, что бонусный остаток уменьшился, так как мы их потратили. И в истории операции я увижу зачисление. То есть компенсация 100% стоимости покупки за счет OpenBonus. То есть мы видим зачисление в размере 2091 рубль. То есть мы видим зачисление 2091 рубль 73 копеек. То есть успешно зачислено, баланс увеличился. Ну, таким образом мы компенсировали бонусные баллы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Передем много интересного видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео. Когда их вы не пропустите. Ставьте лайки. Лайки помогают продвигаться канала. Чтобы видео увидело большое количество людей. Для того, чтобы они могли легко и просто получить информацию. Также желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Всегда новое видео. Всем удачи. Всем пока.